Приветствую! Вы смотрите канал People Life. Присаживайтесь, сейчас будет интересно. Так, начал с таким, да, темпом. Присаживайтесь, сейчас будет интересно, вы смотрите People Life. Меня зовут Алексей Курбан, я благодарю вас за хорошее настроение, за хорошие мысли. Хочется, чтобы у вас были хорошие мысли, чтобы у вас было меньше негатива. Напоминаю, что в нашей стране идет война, но это не исключает понятие жизни. Мы все продолжаем жить, ведь именно эту ценность защищают вооруженные силы Украины на территории нашей страны. Жизнь, жить в демократическом государстве, в свободном государстве, в государстве, в котором мы можем говорить что угодно, мы можем обсуждать действия президента и не бояться, что там кто-то постучит в дверь. Мы боремся за все это. Но это видео будет не о политике, это видео будет не о войне, хотя, возможно, мы о ней будем говорить с точки зрения астрологических аспектов, моментов и как-то реперных точек, кажется так, реперных точек. Друзья, со мной в студии, не на скайп-связи, а живьем, любимый формат, астролог Альбина Пономаренко. Альбина, приветствую тебя. Приветствую тебя, приветствую, дорогие друзья. Приветствую. В прошлый раз я закончил наш разговор с Альбиной на том, что спросил, с чем любит Альбина пить чай, или с чем посоветует пить чай, какой чай. Я честно скажу, я не смотрел комментарии под этим видео, мне очень будет интересно теперь после этого видео посмотреть, что там написали. И будет интересно посмотреть, какой будет активность сейчас. Мы с Альбиной организовали мятный чай, цукаты, сухофрукты и яблоки, фрукты, живые фрукты, не просто так. Есть у нас даже специальная свеча, не могу вспомнить, откуда она у меня, она сделана вручную, из воска, в общем, очень благодатная вещь. О, супер, еще на картинке появилась. Приветствую, дорогие друзья, сегодня мы будем говорить о том, что пришла весна, дата записи нашего разговора 1 марта. Альбина рассказала, что мы еще и Новый год сейчас будем праздновать. И я уверен, что мы сейчас узнаем, как мы его будем праздновать, с чем, зачем и правильно ли я подготовил угощение. Прошу угощаться обязательно, во время разговора мы можем пить чай, беседовать. Первое, что хочется обсудить, это действительно месяц март. Весна у всех людей, у всех животных, во всех параллельных мирах, мне кажется, ассоциируется с периодом жизни. Благо, благодаря Богу, благодаря Богом войны, вооруженным силам Украины мы пережили мягкую и теплую зиму без существенных блэкаутов, как нас пугали, что мы там замерзнем, мы живем. Чем является март для Украины, что это за месяц и что нас ждет впереди? Март будет непростым. Уже я знаю, что хейтеры напишут миллион комментариев. Она всегда так говорит про каждый месяц, что он кармический. Но, тем не менее, так и есть. Он кармический, как каждый наш день, как каждый наш миг. Он кармический и кармически важен для Украины. То есть нам надо очень правильно его прожить и пройти. Такой вишенкой на тортике астрологической будет Плутон транзитный, который встанет на Сатурн. И об этом уже давно начинают говорить мои эксперты, понимая, что это может быть очень сложно. Потому что Плутон — это планета трансформации. Это планета, которая выворачивает все изнутри. И ты как бы до и после. Ты вроде ты, но абсолютно-абсолютно разный. Поэтому Плутон берется за Украину, становится на Сатурн. Сатурн у нас в гороскопе является кармическим учителем Украины. И что он символизирует? Он символизирует закон, он символизирует систему власти. Плутон — это тоже закон и власть. Это большие массы людей. Поэтому неизбежны будут перемены, которые будут заставлять нас привносить реформы, трансформироваться как держава, как страна в целом и как каждый из нас в отдельности. И это будет в течение двух ближайших лет. То есть Плутон приходит, становится на Сатурн 13 марта. И вот уже где-то там за 7 дней мы точно услышим какие-то новости. Может быть, какие-то судебные разбирательства. Может быть, новые законы. Может быть, реформаторство. Скажу сразу, что не все нам удастся. Это точно. Ну, все сразу за один раз. Вот так, по-моему, ни у кого не бывает. У нас будет 5 попыток. Плутон будет периодически возвращаться. Давать нам задание. Уходить, приходить снова. Могу сейчас уже назвать даты, чтобы мы дальше были готовы. Это 24 июня этого еще года. Так. 15 января 2025 года. 18 сентября 2025 года. И последний, пятый визит Плутона, 8 ноября 2025 года. Когда он приходит, и мы должны, возможно, накрыть тоже прекрасный стол. Да, вот как госэкзамен. Сдать зачеты, экзамены, все документы подготовить. Чтобы он пришел, посмотрел. Ну, вы красавчики. У вас все здорово. Молодцы. Вышибал и пошел. Сейчас Плутон у нас смотрит и думает, что мы молодцы? Я надеюсь. Хотя мы посмотрим 13 числа и напредодне, где-то за неделю, мы посмотрим, насколько мы молодцы. Он покажет нам точки, с которыми нужно будет работать. Это надо мудро принять. Что значит арийский Новый год? Арийский Новый год. Арийский это немецкий? Я просто не знаю. Или это... Они все очень хотели бы, да. Гитлер очень хотел иметь отношение к арийству. Потому что арийская раса это из эзотерики. Это пятая человеческая раса, белокожая. И считается, что она действительно пошла с наших широт украинских, русских, да, Киевская Русь. И вот когда был такой бум расселения, то арийцы разошлись и ушли там в Индию. Есть же предание Араме, который пришел с севера, который был высокий, белокожий. Часть народа ушла в Европу, часть ушла на восток. То есть часть спустилась морем в Израиль. То есть это было великое расселение народа. Поэтому традиции арийского народа, они сохранились у нас, у славян. Поэтому где-то вот арийско-славянский, мы так называем, или славянско-арийский календарь, это когда весна, Новый год приходит с дня весеннего равноденствия. И не раньше. Потому что в наших широтах как бы раньше еще бывает тепло. Сегодня прекрасный день, да. Но завтра может быть холодно. То есть еще все так, 50-50. Но вот с 21 березня, марта, начинается, как правило, день весеннего равноденствия. В этом году, кстати, он будет немножко раньше, 20 марта, на восходе солнца. Это такой один из мощных моментов в течение суток. То есть рождается Новый солнечный год, Новый солнечный виток и восход солнца. Мы приветствуем этот Новый год, который начинается с восхода солнца, молитвой, медитацией. Встречать его нужно готовиться, потому что перед этим есть дни поста и покаяния. Для того, чтобы что-то пришло хорошее в твою жизнь, нужно с чем-то попрощаться. Нужно очиститься. Да, нужно пойти в баню, помыться хорошо. Нужно из дома своего вынести весь хлам. Нужно распрощаться со всем, что держит вас, как гири на ногах. Отношения, работа, пересмотреть. Вот сейчас, 1 марта, еще март, у нас впереди как раз для того, чтобы расставить свои приоритеты. Предаю я себя или слушаю я себя? Что мне нужно делать, чтобы быть счастливым? Куда двигаться? Вот у нас есть еще время. И я рекомендую 20-го, на восходе солнца, у нас в этом году будет наш арийский славянский Новый год, не полениться встать, вот тоже принять душ, зажечь свечу, одеть белые или чистые одежды, встретить солнце, можно немножко помедитировать. Обязательно приготовить белый чистый лист бумаги. Как я, помните, мы уже с вами делали пирамида успеха. И вот в момент восхода солнца, когда мы его встретили, сесть и в течение получаса, часа от точной фазы восхода солнца прописать, заполнить эту пирамиду успеха на целый год. Потому что этот цикл, он живет в нас генетически. Вот весной нам хочется жить, нам хочется любить, нам хочется творить. У нас появляются надежды на будущее, планы мы строим. То есть это наиболее оптимальный вариант, когда можно встречать Новый год. И наши предки так и делали. И традиция щедрого вечера, щедрого стола, 12 блюд на столе, это все сюда же. Поэтому 20-го биржня можем приготовить обед или ужин, когда все придут с работы. Что это? У нас будет среда. Все придут с работы, устройте домашний такой ужин, это будет кола, да. Вспомните тех, кто ушел. Рекомендую даже вот дни поста и молитв, и поминания ушедших с 15 марта по 19 марта, включительно в этом году. Но за круглым столом тоже желательно вспомнить тех, кто ушел, потому что это наши родичи, которые живут в нас, вот в каждой клеточке, да, в каких-то паттернах, в хороших, плохих качествах, неважно, но они живы в нас. И это всегда греет душу, и это нужно всегда принять. Вместе можно помолиться, можно пожелать друг другу успехов, выпить, закусить. То есть вот эти 5 дней до желательно не пить, не курить, может быть, там не есть мясо, потому что организм сейчас готовится к приходу весны, к приходу новых энергий, к приходу нового года. И можно действительно ощущать какие-то там... Отсутствие сил, бессилия. Да. Так вот я уже начал. Да? Я уже все, я уже готовлюсь. Ты уже включен? Я уже включен, я уже... Уже Новый год начал со мной работать. Говорить. Действительно. Несмотря на то, что появилось солнце, несмотря на то, что на улице тепло, и даже я птиц слышал, как-то такой суперэнергетической бомбы пока нет, потому что, наверное, уставшая, потому что какая-то старая энергия, и она не обновляется таким образом, как бы хотелось. Но потом я часто замечаю из года в год, что в средине марта действительно появляется вот такой, как батарейка человек напитывается этой солнечной энергией очень быстро, потому что опустошен. И как динамо-машина начинает отдавать все это, снова заряжая себя. Ответишь? Что интересно во время празднования Нового года? Обязательно что-то есть и обязательно пить алкоголь? Алкоголь не обязательно. Нет, почему? Можно радоваться жизни и без алкоголя. Можно приготовить действительно 12 блюд, чтобы были на столе, потому что каждое блюдо – это символ щедрости и урожая в течение года, 12 месяцев, чтобы был достаток, чтобы было добро, чтобы все-таки был урожай у нас и успехи. Я еще хочу сказать, что есть такая традиция, вот все знают, что такое «вылыгдень», «вылыкий день». Но у нас уже в христианстве его привязывают с Пасхой, с воскрешением Христа. Вот, кстати, наши предки праздновали Новый год, Пасху – воскрешение природы, оживление природы, после долгого сна пробуждается все. И вот как бы христианская традиция, она наложилась на этот обряд. Но «вылыгдень» настоящий – это как раз «вылыкий день», день солнца, воскресенье. Воскресенье, после дня весеннего равноденствия, первое воскресенье. Поэтому «вылыгдень» 24 марта в этом году, в обед, когда солнце над головой, можно устроить щедрый обед, собрать гостей, друзей, родственников, близких, провести точно так же 12 блюд, пожелать друг другу хорошего. И вот встретить и запустить программу «Щедрого урожая» и «Успешного года». Обязательно я рекомендую вспомнить об Украине в 12 часов, помолиться, помедитировать, визуализировать нашу победу, закрепить её на физическом плане, потому что вот эти моменты в медитации, когда мы визуализируем победу Украины, кто-то пишет, это будет весна, я слышала, как поют птицы, как пахнет жасмин, как пахнет сирень, кто-то пишет, это будет летом, я слышала ароматы трав. То есть это прекрасно. Это говорит о том, что эти все ощущения, они реально, они на тонком плане уже есть. Но наша задача — их привнести в физический план. И поэтому, когда поветрена тревога, когда нам становится страшно, я рекомендую надевать эти ощущения на себя, и тогда реально становится не страшно. Поветрена тревога замолкает очень быстро, ракеты возвращаются туда, откуда прилетели, ну или там наши начинают сбивать самолёты. Ну, в общем, как бы всё работает так, как и должно быть. Что есть ещё интересного с новостей астрологических на марте? Ну, мне всегда интересуют даты. Хорошо, мы разобрались с днём весеннего равноденствия. Это, я думаю, что большинство зрителей помнят ещё со школы, как и день зимнего. Солнцестояние. Да, как и день... А вот летнее, летнее. Солнцестояние, зимнее, да. День летнего, 22 июня? 21 июня. Ну, в этом году, может быть, там чуть раньше будет, снова-таки 20-го. Нужно посмотреть. Это как раз те реперные точки, когда Солнце заходит в первый градус кардинальных знаков. Да, в этом году будет 20 июня, вечером уже в 23.51. Так что, по сути, всё равно 21-го. Астрология меряет весну для людей месяцами или вот периодом? Квартал. Три месяца, да. То есть астрологическая весна начинается с дня весеннего равноденствия и заканчивается днём летнего солнцестояния. И в наших широтах 50-я параллель северного полушария, плюс-минус, как раз так оно и есть. Альбина, угощайся угощениями. Есть фрукты, есть гуава, сухофрукты, орехи. Всё, что нашёл в полях, всё, что нашёл в лесу, подготовился к нашей встрече. Супер. Это март. Есть ли у вас, у тебя прогноз или видение мая, апреля, апреля, второй месяц, второй месяц весны, там же май. И, ну, я точно не обойду стороной вопрос по поводу второй половины мая. Я ещё так далеко не смотрела по месяцам, да. Нужно будет ещё раз собираться на чай. Вот этот март, я так слушаю, энергии спокойно, ты себя живёшь, никаких жертвоприношений звёздам не нужно делать. Что человеку в этот период весны нужно сеять или сажать какие-то знания внутри себя? Обязательно. Обязательно. Вместе с природой сеем, сажаем, взращиваем, идём учиться. Обязательно это нужно делать, потому что Новый год, Новый виток, он даёт нам возможность раскрывать свои таланты. Что ещё я хочу, что я ещё умею. А вот хочу попробовать, и не бойтесь пробовать. Я хочу сказать, что тотемное животное этого года, которое начнётся, будет лебедь. Хорошо как. Да. Прекрасно. Ты сразу уже так мило, так хорошо, так душевно, так по-домашему. У меня кусала лебедь в детстве. Да, есть такое. Они шипят. Очень. Это такое, я помню, вот это. И это было... Он такой весь просто сверху. Он, видно, защищал свою семью. Я не знаю его семью. Я просто был на прогулке. Я думаю, что это какой-то параноидальный был лебедь. Он просто на меня напал. Но я впервые слышу, что лебедь может быть символом... Да, тотемом этого года. Это 32-летний как раз арийский, можно сказать, и славянский цикл. Но он пришёл к нам, вернулся к нам из-за весты, из-за вестийской астрологии. Потому что арийцы жили тоже там же, в Иране. И, кстати, Навруз встречают на Востоке. Это день весеннего равноденствия, Новый год, который тоже они расписывают пысанки, роблять крашенки. Традиция древняя, очень глубокая. И, видите, она действительно объединяет наши народы. Потому что зерно, видимо, было посеяно когда-то давно, и когда-то оно было единым. Хочу сказать, что эта птица, да, говорит о чистоте. Она говорит о верности, о том, что, может быть, кто-то встретит свою половинку, кто-то родит деток, кто-то там выйдет замуж. Ну, то есть год должен быть прекрасным и должен быть хорошим для нас. Потому что Украина, как хранительница этих традиций, как древняя такая лона. Я думаю, что тот, кто на нас нападает, напал уже, да, он рискует просто спеть свою последнюю лебединую песню в этом году. То есть с дня весеннего равноденствия до дня весеннего равноденствия следующего года. Потому что птица — это тотем, любит справедливость, и это, как любая птица, символ Бога, символ чистоты и символ высшей справедливости. Как-то можно повзаимодействовать с живыми, земными лебедями? Вот ты прям читаешь мои мысли. Но у нас магическая вечеря, конечно, да. Да, я хотела сказать, что это зимой, я живу на берегу Днепра, с нами остались зимовать лебеди. То есть они откуда-то прилетели, не то что они остались, их не видно было. И вот как раз где-то в январе вижу парочку и подросточек такой. Ну, думаю, семейка залетела, потерялась, боже, будем кормить всю зиму, потому что, ну, надо же беречь такую птичку. А потом выходим гулять, и я вижу, что их огромнейшая стая. И вот жители нашего района и соседних районов вдоль Днепра, они же перелетают, где-то подлетают ближе к берегам, потому что видят, что люди приходят. Люди молодцы, конечно, знают, что хлебом нельзя. Кормят крупой, приваренной немножко каши, приваренными овощами. То есть все, как моя буты. И это настолько приятно. Это, ну, просто ты понимаешь, как будто бы благословение неба. Когда я еще подняла все эти астрологические свои архивы, думаю, господи, у нас же еще и год лебедя начинается. То есть такие совпадения. Я думаю, что не совпадения, что это очень хороший знак. Вижу в подсказках у тебя дату 8.03, 8 марта. В нашей стране это уже не праздник, как несколько лет, это как такой пережиток советского прошлого. Но он все равно почему-то как ассоциировался с весенним днем. В эти дни, 8, 11, 12. И мне интересно, у тебя вот в подсказках обведено ярким 13 и 7. Это, я так понимаю, важные даты, в которых они тревожно важные. Тревожно важные, да? Да. А другие, которые не тревожно важные, в них жизнь есть? Конечно, жизнь есть в каждом дне. Жизнь есть и во взлетах, и в падениях, и в победах, и в неудачах. Потому что неудачи как раз нас и учат побеждать. Это тот момент, когда ты понимаешь, что где-то допустил ошибку, значит, нужно извлечь урок. А урок — это мудрость, а мудрость — это завжди перемога. Так что вот такая как бы последовательность должна присутствовать. Хочу сказать пару слов о 8 марте, что действительно это не праздник по сути. Долго тоже как-то у меня было сопротивление потом после вот распада союза, да, что это символ. А потом начала опять изучать и узнавать, и поняла, что это не праздник, но это день, когда мы, женщины, должны быть благодарны нашим попередницам, которые где-то 100 лет добивались того, чтобы чувствовать себя людьми. То есть что ты свободная женщина. Что если ты в 50-е... Равноправный. Равноправный член общества. Что ты можешь голосовать. У меня в голове не укладывается, что наши женщины 100 лет назад не имели права голоса. Как это? Как это вообще? То есть даже на полном серьезе рассматривался такой вариант, а нужно ли давать этим женщинам право голоса? Ну типа у них с головой вообще от природы все нормально? Или это вообще как бы для них, ну это другое что-то, существо? То есть вот так вот было раньше. Нам сейчас очень сложно это представить. Но нам нужно помнить о тех женщинах, которые выбрали эти права. Поэтому где-то как праздник это действительно не ощущается. Это скорее, наверное, как благодарность женщинам, которые все-таки добились того, что мы на равных. Напоминание о том, что мы все равно... Очень много разговоров точилось и точится по поводу того, что должен ли быть отдельно мужской день, отдельно женский день, день День сбройных сил Украины. Это и день и мужчин, и женщин. В общем, наши зрители могут написать, пусть это будет такой банальный вопрос, но мне кажется, в прошлом году я его не поднимал. И вот мы с Альбиной собрались, хочется, чтобы вы ответили. Есть у вас там ностальгия по дню 8 марта или нет? Вы в этот день ожидаете какое-то поздравление? А ожидаете как кто? Как борец за права женщин или как просто красивая женщина, которая уже прекрасна тем, что красива? Напишите в комментариях, интересно послушать. Я, кстати, хочу пару слов додать, потому что приход весны вот уже с 1 марта по 9 марта наши предки славяне праздновали как действительно пробуждение женской силы, женской природы. И это вот как на сходящемся аспекте 9 марта действительно был такой праздник пробуждения женских энергий. Так что, милые дамы, кто хочет, как это, праздновать пробуждение женской природы и женственности, можем начать праздновать 9 марта, а 8 марта просто поблагодарить наших сестер за активность. Так, еще в паралеку питаний, это была такая дуже дивная формулировка, типа, как ставить яйце на носочек, да? А чи на пяточку, что это такое? Все дуже просто. Снова-таки возвращаемся к дню весеннего равноденствия, к Новому году, к Пасхе, как хотите это называйте, Навруз, символом которого есть яйцо. Яйцо – это символ новой жизни. И сложно сказать, что было вначале, яйцо или курица, ну, какой-то замкнутый круг, так же, как и эллипс, да, овал. И, кстати, яйцо, наверное, из всех физических предметов, которые есть у нас на Земле, максимально близко показывают форму орбиты каждой планеты. Вытянутая. Точно. И когда Солнце в дни весеннего и осеннего равноденствия переходят из одного полушария в другое, у нас получается ось, этот самый овен – весы. И гравитационные силы Земли так воздействуют на оба полушария, что сырое яйцо, теплое, комнатной температуры, то есть заранее достаньте яйца из холодильника, ну, выберите, может быть, более-менее не такое острое, да, более какое-то круглое, чтобы потренироваться. Ну, если бы сегодня было где-то хотя бы 19-е, мы бы могли уже здесь попробовать. Что же это будет делать? Сегодня еще рановато, хотя есть люди, которые мне пишут, что ты там рассказываешь, у меня подруга, она в любой день года может поставить эти яйца на любой носочек. Ну, я говорю, браво твоей подруге, потому что это как раз говорит о том, что внутренняя равновесие у человека, ого-го, какое прокаченное. И вот я хочу поделиться, друзья, вы потом напишите нам в комментариях, что в день весеннего равноденствия, когда Солнце заходит в первый градус овна, овен, это не про партнерство, это не про равновесие, это про пробуждение природы, это я. Вот мне бывает очень сложно сосредоточиться и поставить это яйцо, я нервничаю, я злюсь, и жду тогда уже осень. Если взять яйцо сырое, его можно поставить, чтобы он... На носочек. Я не верю. Это такая красота, у меня на старом Ютьюбе есть, у меня есть на Фейсбуке целая папка с этим, даже видео есть, где я ставлю его. Ну, вот мне тоже некоторые пишут, что ты рассказываешь, ловкость рук и никакого мошенничества. Монтаж. Монтаж, да. Вот, у нас впереди есть еще много времени, чтобы подготовиться и попробовать. Я приду домой. Но если не получится, я рекомендую... А можно раньше пробовать? Можно, но я же говорю, в дни равноденствий это сделать намного легче. Можно потом просто каждый день пробовать. Так вот, в день осеннего равноденствия, когда солнце заходит в первый градус весово, это символ партнерства и равновесия, я беру лоток и вот так спокойно выставляю эти яйца у себя на кухне. И потом в течение еще, наверное, дней 6-7 я точно пробовала, а потом просто как бы уже думаешь, господи, хоть бы не испортились, надо уже их варить, жарить, употреблять. Но вы можете продолжить эту практику. Астрология и яйца. Как связаны два эти понятия? Таким будет название нашего видео обязательно. Ну, я знаю, давно знаю, еще с школьных времен, что яйцо — это символ жизни, поэтому именно яйцо является символом пасхального стола, как крашенка, как символ жизни. Но чтобы так, чтобы так, с астрологической точки зрения. Что... День астролога, да, еще в марте? Когда я могу поздравить тебя с Днем астролога? И есть ли в Украине какая-то ассоциация астрологов, или официальный телеграм-канал астрологов, чат астрологов? Астрологическая ассоциация астрологов Украины, наверняка же есть такая. Есть, есть, есть международные союзы, есть действительно ассоциация астрологов Украины, ей уже много лет. Не знаю, есть ли централизованный такой телеграм-канал, потому что астрологи такие яркие уронисты. И я тебе просто расскажу, какая у нас особенность. Мы как типичные уронисты водолейской природы, знаешь, мы такие открытые, мы такие дружелюбные, но при этом каждый как бы сам себе, он знает, что вот у вас немножечко не так в вашей школе, вот у вас, вот давайте на эту тему поспорим. И понимаешь, есть много таких моментов спорных, которые немножечко разобщают. Но это не значит, что не существует этот союз, он есть. Встречаемся ли мы все астрологи Украины? Да, где-то на Плутоне. Хорошая идея. На Плутоне или сегодня встреча у нас на Марсе. Мальчики, девочки, приглашаем вас, берите астрологические весики. Да, почему бы и нет, надо будет начинать. Какого числа? 20-го. 20-го марта из года в год, это международный день. В этом году он совпал с днем весеннего равноденствия. А почему именно 20-е? Потому что всегда 20-го марта солнце заходит в первый градус Овна и начинается вот этот... Корпоратив. Да, круг зодиакальный с первого градуса Овна. Ну просто арийский Новый год начинается с восхода, когда уже солнце зашло в первый градус Овна, и восход когда, да. А день астролога просто. Вот из года в год 20-е число, всё, солнце в Овне, празднуем. Прекрасно. Поздравляю, ну ещё рано, с наступающим днем астролога. Запомню эту дату, обязательно тебе запишу поздравления на каком-то астрологическом языке. Перечислю в рифмованном порядке все планеты. Есть ли ещё какая-то важная астрологическая информация, которую мы можем поделиться со зрителем? Возможно, какой-то... Вот мы поговорили, всё хорошо, всё классно, есть классные дни, день этого, день астролога. Есть ли дата, которую можно переступить, так, чтобы не попасть туда, может быть, отсидеться дома или уехать в другой город? Да, есть очень много дней. Видишь, мы с тобой всё хотим об этом поговорить, но как-то разговор уходит, хочется говорить о хорошем, о надеждах, о победе, о победе жизни над смертью. Это есть суть Нового года нашего. Ну, давайте, да, поговорим о сложных моментах, потому что, правильно ты сказал, 7 марта я выделила это влияние для гороскопа Украины. Это может быть день, когда нужно поберечь себя. Если, да, повитрена тревога, значит, может быть, уехать из больших городов. Вообще опасность 5-7 марта для восточной части Украины. Возможно, это будет связано с загострением на фронтах, потому что фронт у нас как раз на востоке основной, которому уже 10 лет этому фронту. Сложные дни будут. Вот 13-й сложный день, потому что вот этот сильный аспект, о котором мы говорили, он будет. Плюс ещё здесь будут другие влияния, поэтому вот где-то уже за 7 дней так точно нужно поберечь себя, может быть, уехать из крупных городов. Но тут предостережение будет для тех городов и сёл, которые находятся на водоймах, на озёрах, на водохранилищах, на речках наших крупных. Поэтому эта небеспека может коснуться Киева, может коснуться всех городов по Днепру. Да, у нас много и Днестр, и Буг, много речок. И если вы находитесь рядом на таком каком-то... Господи, как это сейчас... Две мовы в голове, и уже иногда не можно перебраться слив. Ну, рядом с водоёмом пресным. Тогда для вас может быть риск и небеспека. Нужно позаботиться об этом. 7 марта. 13-го и даже вот где-то тоже за несколько дней. В принципе, с 7-го и 13-го. Да, с 7-го и тире 13-го. Там у нас будут хорошие тоже аспекты, вот как бы просачиваться, чтобы давать возможность выхода. Решите эти сложные ситуации. Возможно, там и наши пойдут в контрнаступление. Возможно, к нам придёт то оснащение, которое мы ждём. Ну, посмотрим, потому что сложно говорить. Астрология, как мне пишут хейтеры, ничего ты не знаешь. Я рекомендую таким людям учить астрологию, потому что астрология, она не говорит, что Алексей такого-то числа встанет, пойдёт, выпьет кофе, сходит в сельпо за углом и встретит свою судьбу. А как, говорит астрология, ну просто сразу. О возможностях, что возможно, у тебя будет хороший период для того, чтобы встретить свою половинку с 5-го по 17-е марта. И Алексей уже как бы думает, пойти ему в сельпо или поехать ему там куда-то. Или пойти в кафе, пойти в парк или кафе, где я хотел бы встретиться. Вот, или в театр, или вообще уехать там в другой город. Ну то есть, или сделать, или не сделать, например. Или отсидеться дома, или я смотрю, о, это классный период, встретить свою четвертинку или там половинку. Это прекрасное понятие, четвертинка, когда человек занимает в твоей жизни 25% твоего времени. И ты такой думаешь, это окно возможностей. Очень же много домоседов, которые сидят дома. А тут можно все-таки наважиться, найти силы. Ваги, это же как раз весы, видишь, как бы, знайти решение. Не, наша мова таки, дуже классно. Благодарю, Альбина. Такой рассказ, вот, ну, я сразу же по себе меряю, как субъективный такой, субъективный субъект, который получил информацию. Потому что, ну, у меня нет тревоги, вроде бы все хорошо. Ну, значит, все будет круто. Да? Да, потому что месяц просто насыщен. У меня здесь 21 аспект, 21 влияние. Преобладают именно подчеркнуто кармически важные такие моменты. И когда я писала прогноз, думаю, ой, ну, наверное, Марк будет такой непростой. Как это объяснить людям, что мы должны делать, да? То есть мы, в принципе, как Украина, должны следовать нашему вектору кармическому. А у нас кармический вектор стоит в козероге. Козерог — это принципиальность, это взрослая позиция, это рассудочность, это не то, что прибор коня, да, эмоций, какое-то их препарирование, что ли. Или ты не ведешься на поводу у эмоций, не ведешься вот информационный сброс, там, кинули, все, у нас уже крышу сорвало, и давай, в общем, ты прав, ты не прав, ты дурак, ты сам такой. То есть вот это еще про детскую позицию, когда в песочнице сидят, и лопаткой песочек друг другу сыпят на голову. Я как сверчок заглядываю в окно, а почему 17 марта так у тебя аж 4 раза повторилось? Что это за день? Потому что 4 будет аспекта очень сильных, и здесь есть хороший аспект, который связан с морем, связан с нашими морскими территориями, с Крымом может быть связан, может быть связан с духовностью, может быть связан с культурными какими-то миссиями, с международными миссиями, ну, кстати, зерно, да, вот здесь выгодная торговля, международная торговля, морем, морскими путями, водными путями. Так что можем услышать не только о напряжении, и если говорить о напряжении, то 17 марта тоже у нас есть за два дня, уже мы должны быть внимательны, потому что может быть опасность ракетных прилетов, взрывов, пожаров, попаданий в наши города, к сожалению. 17 марта день, в который нужно быть внимательным, тревожным. Да, точно так же 20 марта есть напряжение, и напряжение для западной части Украины, для женщин, для, может быть, культурных центров, торговых центров, театров, то есть вот 20-го и 19-го, то за день, за два, вот рекомендую не посещать театры, потому что тоже там пишут. Ну, что ты такое говоришь? Война! Ну, да, война, война уже 10 лет в моей жизни. Я точно знаю, когда она началась. Поэтому мне не надо напоминать, что у нас война. Я много чего пережила, и могу даже поделиться тем, что я наступила в своё время на эти грабли, когда война, всё, у меня тогда был муж, и он был на фронте, и я вся была там с ним, с его побратимами. Я чувствовала, когда идёт напряжение, когда нужно включаться в работу, молиться, закрывать. И это настолько сложно, это настолько тебя выматывает, а нужен ресурс, потому что туда жена давать ему эту жизненную силу защиты. У меня есть дети, у меня тогда ещё мама была, у мамы был инфаркт, то есть ей тоже нужно было внимание и силы. Где это всё брать? Я просто потом, через 4 месяца, я следла. И я поняла, что это была моя ошибка, что надо было радоваться, надо было находить повод для радости. В каком плане? Нельзя там делать маникюр, нельзя стричься. Для женщины это ресурсное состояние, это не то что праздник, это необходимо женской природе. Да, пойти на танцы, да, посмотреть комедию. Почему нет? Что? Земля сойдёт с орбиты. И это были очень болезненные грабли. Я сейчас говорю, у меня так мурашек, потому что я вижу, как с начала монстрой фазы многие женщины танцуют на этих граблях. Это неправильно. Но это ваш путь, милые дамы, и я всё-таки верю, что вы тоже найдёте свой ключик в счастливую жизнь гармоничную, и вы откроете в себе этот ресурс женской силы, которая, знаете, как иногда хотелось бросить всё, взять автомат и уехать на передок. А потом ты понимаешь, что если ты в этом воплощении уже женщина, дай другим повоевать, дай им стать героями. А тебе нужно наработать женскую природу, о которой мы сегодня говорили. И вот умение молиться и защищать, чувствовать своего мужа, своего брата, своего отца, своего дедушку, родного, близкого человека — это умение женской природы, которая защищает не хуже бронежилета. Потому что были такие истории, когда они там срывали растяжки, куда-то заходили, и казалось, всё. А они выходили так вот, как бы осколки стряхивали со своих этих формы. И сами удивлялись, а как такое может быть? Альпина, глоточек мятного чая для того, чтобы не перегармонизировать. Гармонизировать это всё. Да, я уже нашла в себе этот источник, так что всё хорошо. Милые дамы, мужчины, друзья, я теперь буду исключительно так обращаться к нашей публике. Сейчас здесь, перед созвездием мятного космического чая, розсыпи, звёздной розсыпи цукатов, созвездия яблока Центавра, хочу поблагодарить тебя за этот разговор. Я очень рад, что у нас он с предыдущего видео в виде юморного вопроса перекочевал в такую форму беседы. Мне почему-то во время нашей беседы представлялось, что наши зрители тоже сидят на кухне, каждый со своим любимым угощением, чай или кофе в какое время дня, соответственно, смотрите. Кстати, мы вот говорим об астрологии и понимаю, что к ней есть два варианта. Или прислушиваться, или не прислушиваться. Если не прислушиваться, жизнь просто течёт, она просто происходит. Если к чему-то прислушиваться и куда-то чуть-чуть направлять свою энергию, жизнь может стать интереснее хотя бы потому, что она может вас позабавить, может вас развлечь. А это же тоже энергия классная. Почему женщины делают маникюр, почему делают это всё? Это вот всё наполнение самого себя, наполняйте сами себя приятными вещами, приятными вкусностями к чаю. Подумайте о том, что вы употребляете в пищу. Подумайте о том, что, может быть, стоит свои отношения с алкоголем как-то так чуть-чуть прекратить. Подумайте. Это очень важный момент. Альбина, благодарю тебя за разговор. Благодарю за прогноз на март. Что, живём? Живём. Живём жизнь. Дорогие друзья, с нами в гостях была астролог Альбина Пономаренко. Подписывайтесь на её все соцсети. Составляйте слова в правильном порядке. Почему? Можно иногда попроказничать. Подписывайтесь на соцсети Альбины. Там сможете получать вот эту такую астрологическую энергию, лёгкости. Вот какой итог подведу. Можете оставить комментарий, можете оставить что-то нам к чаю. Я зайду, посмотрю, что вы там оставили. И в следующий раз мы с этим угощением обязательно выпьем ещё чашечку чая и поговорим про астрологию и о том, как она влияет на нашу жизнь. Подписывайтесь на канал People Life. Меня зовут Алексей Курбан. Благодарю вас, милые дамы, мужчины, зрители за то, что были с нами. До встречи. Пока.